приветствую и мы с вами продолжаем учиться рисовать а точнее не только рисовать но и можно сказать создавать изображение потому что то что мы изучаем с вами это самые основы база важно не только для того чтобы создавать рисунок на бумаге или писать краской на холсте но очень важно понимать вот эти принципы основы механики и для компьютерной графики и для работы с 3d и сегодня мы поговорим про специфику создания компьютерных изображений разберем ее и даже для ретуши потому что очень важно понимать как устроено вот это вот искажение пространства и наше искажение восприятия пространства если вы еще не посмотрели предыдущий класс который называется линейная перспектива сходите посмотрите его прямо сейчас он уже доступен дело в том что сегодня мы будем опираться на то что уже выяснили в прошлый раз и так сегодня мы с вами будем говорить о тональной перспективе выясним что это такое вообще для чего это нужно разберемся с правилами создания с тонкостями создания там достаточно много тонкостей разберем как это применяется к разным видам рисунок графики живописи какие особенности в компьютерной графике и важно мы с вами разберем сложные случаи засады в которые можно попасть выясним как в них не попадать а если уже попали как выкручиваться итак давайте разбираться что же такое тональная перспектива и для начала сразу давайте посмотрим на изображение смотрите-ка это некое пятно очень простое цветное пятно но смотрите есть совершенно ясное ощущение однозначное что это пятно немножко в глубине от нас она не близко к нам расположена будто бы не на переднем плане как будто бы что-то нас от него отделяет на самом деле странно нажать него ничего не отделяет до монитор плоский никаких изображений перед ним нету но полное ощущение что мы немножко в глубине то ли за какой-то дымкой то ли за каким-то туманом непонятно но ощущение есть как так получается непонятно на самом деле давайте посмотрим еще на один пример очень важно для нас вами сегодня это картина архипа куинджи и собственно здесь всего лишь изображена трава на переднем плане если вы внимательно посмотрите здесь есть полное ощущение глубины пространства далее которая вот там вот степи возможно даже ветер воздух мы буквально чувствуем запах этих степей как так происходит по большому счету на этом изображении но всего лишь трава нарисована ну вот а как так автор сделал что есть ощущение глубины если вам кажется что это ощущение возникает само собой что-то закономерно естественно то вовсе нет потому что холост на котором созданы это изображение плоский и монитор наш плоский напоминаю что мы следуем как создавать объемное изображение на плоскости так вот в чем же здесь дело как это произошло и да тональная перспектива это спрос один из способов одна из таких скрытых механик создания объемного изображения на плоскости и если вам кажется что это происходит само собой то нет давайте посмотрим как например египтяне с которыми мы уже знакомы решали этот вопрос как видите у нас с вами здесь внизу есть пейзаж и вовсе никакого ощущения объема никакого ощущения воздуха здесь нет ну и да логично поверхность плоская деревья на ней изображены плоские вот само собой все происходит вот так а для того чтобы появился объем нам нужно постараться давайте запомним эти деревья мы еще с ними встретимся сегодня и да давайте сравним два изображения здесь даже довольно близкая цветовая гамма если не учитывать вот этот ярко-желтый до такой охристый то в общем то и здесь изображены растения и здесь изображены растения ну вот это вот ощущение глубины и пространство и таких больших далее она очень особенно и очень специфическое давайте посмотрим на другие примеры древняя диска и миниатюра и здесь мы тоже видим с вами растения и более того видим что автор старался каким-то образом создать глубину создать лес но не то чтобы здесь возникло ощущение глубины не то чтобы ощущение пространства возникло как видите попытки были но вот не произошло не наступило это ощущение да и давайте для наглядности сравним тоже похожая цветовая гамма довольно близкая и очевидно вот здесь ощущение глубины пространства есть а здесь нет ощущения что лист плоский средние века европейская живопись вообще в средние века пейзаж как таковой не существовал отдельно он скорее был частью таким фоном для религиозных сюжетов но здесь посмотрите фрагмент пейзажа есть это же мы не можем сказать что он какой-то супер объемный что он очень такой атмосферный воздушный ничего такого и наконец-то наступает 15 век европейское возрождение леонардо да винчи посмотрите внимательно за спиной умуны лизы наконец-то появляется первый раз появляется объемное пространство вот она ощущение воздуха начинает возникать в изображении леонардо да винчи что-то открыл открыл что-то важное какую-то эту самую скрытую механику он разобрался как это делать он разобрался каким способом на плоской поверхности передать ощущение объема и пространство да собственно именно этим мы сегодня будем с вами заниматься выясним как же это делается как он этого добился